В Казани сегодня собрались самые неординарные изобретатели республики. Все они приняли участие в специальном конкурсе 50 лучших инновационных идей для республики Татарстан. Впервые в качестве экспертов приехали из фонда Сколково. Лучшие проекты станут его резидентами. Все подробности у Екатерины Сударевой. В этом холле на один квадратный метр больше изобретателей, чем когда-либо это было. На подведение итогов конкурса 50 лучших инновационных идей для республики Татарстан приехали ученые, работы которых признали рентабельными эксперты. Девятиклассник Алексей Сайфулин из Кукморского района придумал уникальную электронную заслонку для газовых котлов, которые обогревают деревенские дома. Изобретение помогает сохранять тепло и таким образом экономит деньги за газ. Свою идею мальчик доводил до ума вместе с учителем физики после занятий. Она перекрывает дымоход временно для вентиляции, от вентиляции. Для того, чтобы теплообменник меньше, тише остывал. Алексей Геннадьевич Сайфулин. Заслонка для газового котла ученика деревенской школы не требует больших затрат при производстве. Все гениальное просто, посчитали члены жюри и присудили Алексею приз в номинации «Перспектива». Лучшие проекты конкурса выбирают по главным критериям – значимость для экономики республики и возможность воплотить идею в жизнь. Очень важно, что и вообще за эти годы мы не только получили большое количество заявок, это более 10 тысяч, но мы сформировали с вами вместе понимание того, что это конкурс, которым может принять участие каждый. Очень важно доверие бизнеса. Мы сегодня видим, что бизнес, большой, крупный бизнес, все с большим интересом относится к нашим с вами проектам. Призовой фонд конкурса – 100 тысяч рублей, но деньги – не единственная награда. В этом году впервые в качестве экспертов в Казань приехали специалисты из Сколково. Они прислали своих экспертов, была довольно-таки плотная работа, и к тем деньгам призовому фонду, который обычно выделяли мы вместе с фондом содействия развития венчурных инвестиций в научно-технической сфере, получилось паритетно выделено еще 10 грантов по 1 миллиону рублей паритетно, и все эти компании, которые одобрал фонд Сколково, станут резидентами Сколково. Всего на конкурс прислали почти полторы тысячи заявок, причем не только из Татарстана, но и из других регионов страны. Больше всего заявок было в области образования, экологии, природопользования, нефти и газа и сельского хозяйства. Гораздо меньше, всего семь, в области безопасности и противодействия терроризму. Екатерина Сударева, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.